окей почему я пробдул вдруг потому что это баран и мы говорили о баране о том что брит аврахам союз всевышнего с аврахамом аврамом в то время начинается в главе лахлаха 15 строчка 15 абзац и это очень важно для мистического человека это действительно очень очень важно потому что когда авраам заключает союз всевышним всевышний появляется авраам разделяет животных пополам кладет половину на одну сторону половину другую сторону по пока кладет голубя и горлицу я выяснил новое слово горлица и проходит через это но сначала через это проходит всевышний почему это важно потому что из этой главы вырастает вся еврейская мистика всевышний появляется мистика говорит о том что мы идем к всевышнему мы пытаемся найти путь всевышнему поэтому когда мы идем через неизвестность через ту духовную пустоту которая образуется между двумя половинками мы можем прийти к всевышнему мы можем увидеть сегодня то есть до того как абрахам аврам разделяет животных он имеет видение после того как он разделяет животных огонь всевышнего проходит через две половинки и абрава абрам впадает в транс мистический мы хотим впадать в транс мы хотим иметь видение мы хотим иметь вечные вечные сны мы хотим увидеть всевышнего все мистики делают это только для того чтобы приблизить свою душу к всевышнему найти путь найти то что будет окрылять их душу кроме всего прочего как мне сказали я должен пояснить меня попросили пояснить почему голубь и горлица целые во первых голубь и горлица они отождествляют что-то очень хорошее ведь вы знаете что голубь несет метку мира и тому подобное белый голубь тра-ля-ля три рубля летает в облаках начинается это все с ноха нох выпускает голубя он приносит ветку он приносит символ жизни поэтому голубь становится символом жизни кроме всего прочего голубь по другим книгам талмуда и танаха отождествляет душу человека еду из и присутствия всевышнего то есть когда мы читаем книгу йона йона это голубь душа путешествует в этом мире поэтому авраам разделяет животных на две половинки между ними образуется лужа крови и по этой лужи должен пройти человек который заключает союз другим человеком обычно человек проходит по этой лужи и говорит со мной случится то что случилось с этими животными если не вы не выполню заключение сделки или свои обещания которые я сейчас даю и это была традиция в древности в месопотамии в в акаде у хитая ухи китов хитая хититов это была традиция такая традиция понятна абрахаму потому что он вышел из этого общества но вместо того чтобы человек который заключил сделку прошел через эти две половины между двумя половинами проходит бог в области огня и мы видим что бог в области огня как сил огонь как силам всевышнего проходит через всю тору проходит через все сказания абрахам видит бога когда горит куст в пустыне еврейский народ идет по пути который освещен колонны и огня огонь спускается в бета-мигдаш огонь спускается в мешкан даже когда мы говорим о дыме который мы видим мы все равно это символ огня поэтому огонь идет между двумя половинами животных и делает соглашение с авраамом на все оставшуюся жизнь и это кровь кровь творения потому что не забудьте что кто такие что за животные кругов творения кровь вот этого барана одного из них поэтому мы трубим шафар она становится свидетелем 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 соглашения между всевышним и евреем данный момент евреи а когда разделены две половинки земли и одна гора поднята над евреями автора она а земля под ними это тоже две половинки поэтому в кедуш шаббат мы говорим земли и небо свидетелем это о том что была создана земля но наше соглашение со всевышним баран овца корова становится священными животными которые которые будут приноситься в жертву приношения в храме это не просто так голубь горлица это два символа мужской и женской половины недаром по русскому в русском языке это горлица и теперь если мы вернемся к моему учителю которую я не знал книги которого я читаю и это единственное что меня возбуждала и ставила на правильный путь книги ларабе каплана мы пойдем вот сейфа и цира и увидим что в принципе он говорит о следующем что это первый брит первое соглашение со всевышним в этом соглашении когда мы разделяем авраам разделяет животных на две части иголом и ставит голубя и горлицу по старой другим сторонам то есть у нас слева и справа разделены две части бум и бум тут у нас стоит голубь тут у нас стоит горлица окей то есть получается такой прямоугольник в этом прямоугольнике нечто нечто это пустота в которую может войти всевышний эта пустота как я уже сказал отображается в кроме между двумя половинками между двумя половинками адама мужская половина женская половина между ними идет голос всевышнего эти шесть животных половинок животных по книге и цера отождаст ли от отождествляются моё любимое слово которое не могу выговорить отождествляются с шестью сфер от верхние две сферы и нижние две сферы отождествляются то что в середине вот посередине проходит отождествляются и с двумя голубами горлицей и голубами поэтому они живые потому что эта связь между всевышним нашей душой поэтому он их не умертвляет потому что по ним идет свет сверху и снизу мистик хочет войти в медитацию что такое медитация другое состояние ума и сознание расширенное состояние все остальное остается сзади поэтому мистик хочет прийти в это состояние авраама когда он видит всевышнего когда он уходит в медитацию когда он видит видения когда он видит пророчества потому что говорят что он видел пророчество это соответствует этому эта съемeme то он видел вперед он видел прочейства поэтому каббала мистическая медитация Константация и в еврействе основана, по-моему, и поэтому мы видим в сейфе ЕЦРА, основана на этом соглашении, соглашении половинок. Если мы соединим все, получится одно целое. Но если мы проходим между ними, мы становимся вот этим третьим звеном, между двумя колоннами, когда мы входим в мешкан, в святую святых. И тогда мы соединяем все, и вместе с Всевышним, и идем дальше. Поэтому теоретически мы читаем об состоянии мистика и СТОРА, практически мы будем проходить практику в другой раз. Поэтому меня попросили закончить мою мысль, что я надеюсь я сделал, меня попросили дать немножко больше, я одна это сделал. И поэтому я опять перехожу на 5, 6, 7, 8 минут, не больше, потому что я думаю, что у нас ни у кого не хватит внимания выдержать такое. А если мы выдержим, значит мы пойдем в часовую, двухчасовую, десятичасовую медитацию, и увидим где мы, кто мы, куда мы, и т.б. и т.п. И после этого мы начнем тоже упорядочить техники, которые нам дали, и о которых мы знаем. Спасибо. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо.